Приветствую вас. Смотрите, есть несколько элементов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, наверное, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вас, вот, условно говоря, каким-то образом задевает то, как ведет себя с вами, вот, ну, ваша, ваша коллега, то есть как она себя именно ведет. Вот, это первое. То есть, вас задевает ее отношения к себе. Нужно разобраться, нужно разобраться, чем именно задевает отношения. Потому что, ну, говорит, ну, и что, она вот такая, и вполне вероятно, что переносит на вас какие-то свои проблемы, да, вот. Может быть, даже я ведет, если сайт, что у вас семья, а что вы планируете на беру как-то такое. Вот. Но тот момент, на самом деле, ээээээ... Именно такой, знаете, эээээ... То есть, тут момент именно в том, чтобы понять, чем конкретно выдевает вас, это ситуация с ваших коллег. Это первое. Второе. Почему вы решили, что на другом месте работы вас уволят? Вот тут не уволят, а, как вы говорите, сожру. Здесь есть, ну, такое чувство, что вы не уверены в себе, что вы не обладаете чёткой такой жизненной позицией, вот, что вы сомневаетесь в себе. А, вот, ну, в себе, в себе самой, вот. А, что вы не уверены, опять же, в себе самой, что вы, а, значит, боитесь, боитесь, а, чего-то. Вот. То есть, всё это нужно на мой взгляд, а, поисследовать. Вот эта позиция такая, вот, позиция желственности, она, ну, ничего хорошего вам не принесёт. То есть, позиция желственности, это что такое? Да, это личная безответственность, личная безответственность по отношению к себе, это ведь не умение оставаться личной странице и не умение, наверное, наверное, как-то вот бесконфликтно и надействует следил. Так. Дальше. Следующий, ну, следующий момент. Следующий момент. Ребёнок. Ребёнок, ну, ну, вот, который, которого вы планирует, значит, очень важно для себя отдавать отсчёт о том, какое значение для вас имеет ребёнок. И почему, условно говоря, вам, ну, например, он ребёнок. В смысле, а, так, вау. Вот. Это необходимо поисследовать. Какое значение имеет для вас ребёнок? Ну, как бы, если сейчас у вас не получается, себя обустроить, если сейчас вы настолько сильно, например, нервничаете, что это влияет на ваше самочувствие и состояние, то, что, по, э, 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 в таком, э, случаю, э, наверное, ребёнка, э, сейчас э, э, и никто заводит. Вот. То есть тут не очень понятно вот эта история, что, ну, что вы планируете, вот. Ребёнка планировать не самая лучшая, как бы, идея, вот. Ну, такая вот, в принципе, история здесь, на мой взгляд. И, в целом, в основе лишить, вероятно, определённые ваши отстреложенности, страхи, вот, и, может быть, как бы, потребность себя защитить. Ну, хотя, безусловно, ни ребёнок, как бы, ни другая работа вам не обеспечит. Ну, за счёт. Вот такая вот история. Так что, подумайте, с чего вы хотите. Начинайте работать над собой. Начинайте про их трапы. Вот. А то сами будете нервничать. Во-первых, если ваша разница тоже будет нервничать. А на любой работе будете чувствовать себя изгоем и жертвым. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание на то, чем и как задевает вас ваш коллега. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...